Всем привет! Меня зовут Олеся, и это будет видео для тех, кто сейчас приезжает в Италию из Украины. Мне пишут очень-очень много вопросов, на которые часто я не знаю ответа, к сожалению. Но кое-какая информация через меня проходит. Кое-что я постила уже в сторис, в инстаграм, полезные всякие ссылки. Где искать жилье, где искать работу, куда идти, куда бежать тем, кто сюда приезжает. В общем, я хочу собрать это все в одно видео. Здесь в описании, в этом видео будет огромное количество ссылок. В частности, вот это видео у нас будет про первые шаги, про поиск жилья. Поэтому, если вам нужна такая информация, вы едете в Италию, вам нужна эта информация, то оставайтесь, следите. Если вам такая информация неинтересна, то проходите к следующему видео. Итак, в связи с катастрофой, которая сейчас происходит в Украине, я напомню, что в Италии это называется Гуэррейн Украина. В Италии было объявлено чрезвычайно гуманитарное положение. Оно продлится до 31 декабря. И имеет оно единственную цель – обеспечить максимальную помощь Украине в Италии. Для этого выделяются деньги для помощи беженцам. Принимаются некоторые экстренные правовые акты, которые направлены на то, чтобы как можно скорее помочь приехавшим людям. Вот сейчас смотрю, у нас среда 23 марта 2022 года, 15-17. На данный момент в Италию прибыло 63 104 беженца из Украины. Из них 32 361 – это женщины, 5592 – мужчины и 25 151 – несовершеннолетний ребенок. Чаще всего городами назначения, которые заявляют на въезде в нашу страну, являются Милан, Рим, Неаполь, Болония. И поток въезжающих не ослабевает, ожидается гораздо больше беженцев. Многие из этих людей направляются к своим родным, знакомым, которые уже проживают в Италии. То есть они уже знают, что делать, куда бежать, как делать документы, где они будут жить. Но есть небольшое количество людей, которые едут наугад, просто подальше от всего ужаса и кошмара. Часто эти люди не знают языка, они не знают, куда обратиться, чтобы найти жилье, чтобы найти работу, как сделать документы, где это все делать, как устроить детей в школы и в сады. Поэтому сейчас у меня будет несколько таких видео для людей, которые находятся в такой ситуации. Сразу скажу, что я не юрист, я не сотрудник государственных органов, поэтому я не могу и не буду давать никаких консультаций. Тем не менее, я просто умею искать и анализировать информацию. Многое присылают мои зрители, поэтому я буду в постах и в описании под видео для украинцев оставлять все ссылки на источники, все ссылки на эти сайты, где это можно найти, эту информацию более подробную или официальную информацию, где получить консультацию можно. Во избежание какой-либо вражды под моими этими видео, я комментарии здесь в этих видео буду закрывать. Надеюсь на понимание. Вот, значит, сейчас мы будем говорить с вами про поиск жилья и вообще про то, как сюда въезжают. Вот, например, смотрите, вот такая информация для беженых, пребывающих в Милан. Это информация из группы в Телеграм, все про Италию, нет войны, называется группа. И вот тут указывают номер телефона 020202, это номер Миланского муниципалитета. Операторы отвечают с 8 до 18 часов с понедельника по субботу. Когда сработает автоответчик, надо набрать 0, 0, эмердженца Украина, и продиктовать им свой номер телефона. Они перезванивают. К сожалению, говорят только на итальянском. Значит, они рассказали, что на выходе из вокзала в Милане, еще под портиком, в том месте, где есть крыша, но нет стен, стоит беседка гражданской обороны протеционной Чивили. Они работают круглосуточно, и они провожают беженцев в расположенный поблизости центр, хаб так называемый, где в этом центре люди могут отдохнуть, принять душ, и оттуда их довезут до ночлежки в Брекко, или объяснят, как туда самим добраться. В центре работают волонтеры, которые говорят на украинском. Там есть зал с игрушками для детей. На автовокзале в Лампуняно есть тоже беседка emergency. И там должны тоже быть волонтеры, которые говорят по-украински. И миланские власти не успевают за событием, беженцев очень много. Они ищут волонтеров, говорящих на русском и на украинском. Оборудуют новые помещения для ночлега, решают вопрос бесплатного проезда беженцев в городском транспорте. Напомню, кстати, что для беженцев из Украины в течение пяти дней вы можете бесплатно пользоваться на территории Италии местным транспортом. Важно, что муниципалитет просит по возможности заранее их предупреждать о приезде больших групп, чтобы они успевали подготавливать места для ночлега. Они просят, чтобы человек, который владеет итальянским, позвонил им на номер 020202 и указал хотя бы приблизительно предполагаемое время прибытия. Вот в нашем городе, в Бари, я на вокзале таких беседок, emergency Ukraine, emergency, я не заметила. Может, я не туда смотрела. А может быть, это потому, что город у нас меньше, беженцев сюда едет меньше, и поэтому палатку не ставят. Тем не менее, Бари тоже ожидает людей из Украины, поэтому если у меня будет какая-то более подробная, полезная информация, я буду обязательно-обязательно рассказывать. Итак, первое. Беженцы приезжают. Куда обратиться, если вы ничего не знаете и не знаете, куда вам ткнуться? Куда бежать за информацией? Для начала вам нужно определиться с городом, с регионом, потому что Италия, она немножко такая вот вся вот разрозненная, плохо стиматизированная в некоторых вопросах, но в связи с режимом ЧАЭС в каждой коммуне, в каждом регионе были приняты меры, и они, значит, когда вы уже знаете, в какой город едете, то вам немножко проще, потому что вы идете на сайт коммуны в этом городе, вы идете на сайт региона и смотрите, что у них там есть. Дело в том, что там обязательно будет раздел с нужной вам полезной информацией. Например, вот мой город Бари. На сайте коммуны был создан раздел для беженцев. Он называется Emergenza Ukraine и Serviciative или Iniciativa di Solidarita. То есть чрезвычайная ситуация в Украине, активные сервисы и инициативы солидарности. Я оставлю ссылку вот на эту страницу, да, и также на страницу сайта региона Апулия. Там называется раздел Emergenza Ukraine, регионы Апулия. То есть чрезвычайная ситуация в Украине, регион Апулия. Значит, на этих сайт, страницах что можно найти? Я думаю, что точно такие же разделы созданы в каждой коммуне, в каждом регионе. То есть если вы знаете, куда вы едете, вы открываете, ищите коммуну этого региона в интернете, да, и ищите у них вот этот вот раздел Emergenza Ukraine. Или пишите в гугле Emergenza Ukraine, там Болония, если вы едете в Болонию, Emergenza Ukraine, там Тоскана. И вперед вам обязательно будет, выдаст поиск именно необходимую для вас страницу, где будет вот такая подборка от коммуны, от региона. Значит, что на этих страницах можно найти? Актуальную информацию на следующие темы. Что делать по приезду? Куда звонить? Нормативные акты, санитарные вопросы. Это про транспорт и про ковид. Я думаю, что про это отдельно надо поговорить. Куда обращаться, если ты ищешь жилье? Что делать, чтобы легализовать свое пребывание до 90 дней и более 90 дней? Значит, ну как найти такие страницы, да, по регионам? Я сказала, пишите, что Emergenza Ukraine и ваш город, или регион, вот куда вы едете. Итак, куда еще обращаться за помощью и в легализации? Ну, во-первых, как я уже сказала, информация на сайтах коммуны и региона. Во-вторых, обязательно нужно зарегистрироваться на сайте Украинского посольства и консульства. Есть отделение в Риме, в Милане, в Неаполе. У них есть страница в интернете сайт, у них есть страница на Фейсбуке. То есть найти довольно просто. И там постоянно полезная информация у них появляется. Дальше вы можете обращаться в Красный Крест, в Каритас, это местное такое при церкви отделение помощи, да, как сказать такими русскими словами. Они тоже организовывают самые разнообразные активности для помощи. Также можете обращаться в Православные Церкви, потому что в Православных Церквях тоже волонтерские организации, они там с ними общаются и организуют вот эту всю помощь. И также волонтерские организации. Я вот не знаю, их, наверное, найти будет сложнее всего, эти волонтеры, да, потому что я не знаю каких-то фиксированных сайтов, где есть там каталог, как, где, куда их можно найти, ну, типа, как вот есть сайты и страницы у посольства, у церкви, да. Вот я думаю, что волонтеров найти сложнее, но, тем не менее, их очень много, этих организаций в разных городах сейчас образовалось. И, наверное, скорее их будет найти по сарафанному радио, да, спрашивая друг у друга, и можно их будет искать в Facebook, там на украинском или на русском писать «Волонтеры», «Украина». И обязательно ищите группы украинцев в Италии, потому что там, ну, 100% будут ссылки на эти группы волонтеров, какие-то контакты их, вот, поэтому, в общем, ну, и сарафанное радио, да, между собой. Волонтеры делают очень много групп в мессенджерах и соцсетях, их там можно поискать по поиску, там, в том же, в Вибере, в WhatsApp, в Телеграме, в общем, в поиске забиваете, да, вот, нужный регион, волонтеры, Украина, и я думаю, что вы это быстрее найдете. Кое-какие ссылки у меня есть на некоторые группы такие, все, что у меня есть, все будет в описании на сайт посольства, на сайте этих волонтеров, вот, и много ссылок будет на сайты по поиску жилья. Да, вот, если вы приезжаете в Италию, убежите из Украины, и у вас нет знакомых, куда обращаться, где искать жилье? Вот, я собрала несколько ссылок, да, которые я тоже у себя размещала в своем Инстаграме, значит, как найти жилье беженцам в Италии. Ну, во-первых, есть сайт Refugious Welcome It, ссылки все будут в описании, смотрите, значит, Refugious Welcome It, это итальянский сайт для предложения и поиска жилья беженцам, и, ну, там, не только, там волонтеры, как бы, кучкуются, в общем, посмотрите этот сайт, вы можете зарегистрироваться на нем, предложить жилье тем, кто его ищет, или заполните анкету о поиске жилья. Следующее, ukraine-take-shelter.com, ukraine-take-shelter.com, тоже будет ссылка, i-can-help-host, будет ссылка, host-for-ukraine.com, будет ссылка, дальше, значит, где можно на итальянских источниках поискать, да, это итальянские, типа, газеты объявлений в интернете, да, Subito It, Immobiliari It, Idealista It, ссылки все в описании. Дальше, известные агрегаторы бронирования жилья, очень многие объявили тоже разнообразные акции для тех, кто бежит из Украины сейчас, и предлагают, значит, у них там программы поддержки беженцев, можно буквально там на несколько ночей забронировать жилье там с минимальной стоимостью, или вообще с нулевой стоимостью бесплатно, именно вот людям из Украины. Это на Booking есть, Booking.com, оставлю ссылку, потом Low Cost, значит, Low Cost сайт, тоже оставлю ссылку. Я видела еще на Airbnb какая-то программа есть, но я там увидела, как зарегистрироваться в программе, чтобы предложить жилье, а как его забронировать тем, кто бежит, да, я не увидела, поэтому не знаю. Ну, в общем, в Airbnb еще, да, можно посмотреть. Вот, такие вот сайты я собрала по поиску жилья, также можете смотреть, искать, значит, в этих мессенджерах группы по поиску недвижимости, волонтеров Facebook, Telegram, WhatsApp. В Facebook есть много групп украинцев в Италии, также есть такие группы в Telegram, WhatsApp. Что у меня есть, да, какие ссылки есть, я все их оставлю. Когда вы общаетесь с кем-то, кто уже в Италии, то вы просите ссылки, спрашивайте, вы знаете группу, вы знаете группу по поиску недвижимости, дайте ссылку, знаете группу по поиску работы, дайте. В общем, я оставлю несколько ссылок на подобные группы в описании, но это, конечно же, не все. Это, конечно, далеко не все, это только то, что мне вот сейчас, ну, прислали. На самом деле, таких групп гораздо больше, поэтому, пожалуйста, ищите, вот, не ленитесь, да, ищите, спрашивайте на Facebook, спрашивайте, ищите. Вот, значит, если вдруг вы приехали к своим знакомым, и у вас есть размещение, то принимающей стороне нужно восьмидневный срок оформить аспиталита, декорацион диаспиталита, иначе, значит, есть декрет такой в Италии с 98 года, который обязывает любого человека, который принимает у себя иностранца, в течение 48 часов обовестить об этом полицию, иначе могут штраф наложить. Это называется декорацион диаспиталита. Вот, я такое видела, что в течение восьми дней нужно оформить. Для этого хозяин дома, значит, делает такую декорацион диаспиталита. Я оставлю ссылку на модуль, где его можно скачать. Его нужно распечатать в трех экземплярах, заполнить, подписывать хозяин дома или тот, на кого контракт, на съем квартиры. Нужно приложить фотокопию первой страницы паспорта, я так понимаю, иностранца, фотокопию документа хозяина дома или на кого контракт, приложить копию на правообладание или на контракт купли-продажи или на съем. На каждого иностранца по три копии данного модуля. Даже если это ребенок, на него тоже это надо сделать. После чего все эти документы хозяин дома несет в отделение полиции. В маленьких городах это можно заверить также в коммуне, в муниципалитете. А в больших городах за это все отвечает квестура. Оставлю ссылку на эту декорацион диаспиталита. По приезду в Италию тоже советуют всем зарегистрироваться на сайте посольства или консульства Украины в Италии. У них есть официальные страницы на Facebook. Оставлю тоже ссылки на эти страницы. Для того, чтобы следить за новостями и законами. Сейчас в связи с Эмердженцией Украины постоянно что-то принимают. На этих страницах также есть модуль. И нужно модуль заполнить, особенно тем, у кого негде жить. Для того, чтобы стать на очередь. Там же можно получить специальный документ себе и детям, если вы приехали без загранпаспорта. Этот документ вам обязательно понадобится для того, чтобы детей потом в школу записывать. Кто с детьми приедет. Поэтому записывать. Еще хорошо бы следить за информацией на официальной странице Евросоюза. Европейская комиссия с 9 марта запустила специальный веб-сайт для информирования беженцев, которые оказались на территории ЕС, спасаясь от конфликта в Украине. На сайте информация о правах беженцев, которым 27 стран ЕС решили предоставить временную защиту. Об общих правилах получения постоянного убежища в Евросоюзе и ссылки на национальные сайты государств Единой Европы, созданные для информирования беженцев с украинской территории. Информация каждый день обновляется. Ссылка будет в описании. Затем, тем, кто приехал сюда, нужно обратиться, когда уже решены вопросы с жильем, нужно обратиться обязательно по месту жительства в иммиграционную службу для легализации. Сейчас на каждом сайте региона и коммуны там тоже есть ссылки и контакты для беженцев из Украины, куда бежать. И после этого вам надо обязательно получить карточку, медицинскую карточку СТП, странеру темпераменте презенте, для того, чтобы вы могли получать медицинскую помощь. Кроме этого, сейчас всю помощь для приезжающих беженцев оказывают волонтеры возле посольств. Возле посольств и двух крупных центров. В Неаполе это гостиница Оспидали Дель Маре и Мостро Дель Маре. Кто не сделал тампон на месте, может это сделать бесплатно в центрах, и там же делают тессеру, аспиталиту и размещают, помогают найти семьи или кооперативы и размещают в центрах окольенца. На данный момент принимаются законы по приему беженцев, их принимают практически каждый день, что-то меняется, по мере возникновения новых проблем меняется что-то в законодательстве. Волонтеры, которые работают возле посольства, они помогают переводить справки, выписки из больниц. На данный момент процесс помощи, он совершенствуется по мере поступления новых проблем, принимаются какие-то новые акты, создаются новые алгоритмы. Обсуждается сейчас вопрос материальной помощи, потому что тем, например, кто проживает у знакомых, насколько я поняла, помощника не оказывается. На данный момент будет помощь тем, кто будет представлять центры для проживания беженцев с питанием и помощью в оформлении документов и в интеграции. Много сейчас проектов открывается, но они не все запущены еще в полную силу. Так, на этом я сейчас видео заканчиваю. Все ссылки будут в описании. Если у вас есть что добавить, или вы хотите рассказать о чем-то подробнее, о какой-то процедуре для украинцев, проинформировать, напишите мне тоже в инстаграм. Пишите мне в инстаграм директ. Мой инстаграм называется Олеся Шеф. Все, друзья мои, все ссылки оставляю в описании. Надеюсь, что информация будет вам полезна. Более подробно, к сожалению, на данный момент я рассказать не могу, потому что я не разбираюсь. Ну вот, с большим вот так вот попробую информировать. Будет еще несколько видео на эту тему, но буду делать такие специально, как бы по разделам, скажем так, да. Как отправить ребенка в школу-сад. И, ну, в общем, такие, в общем, будут видео, которые могут быть полезны тем, кто сейчас бежит. Все, я вас всех обнимаю. Всем желаю мира, безопасности. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.